ребят здорово всем хочу вам показать как правильно чистить киен фильтр они по заводскому они говорят что это нужно делать раз в 100000 но вот я прошел вот уже 60 я чувствую что звук которому я привык он совсем другой так что то что я сделаю сейчас я его сниму вот такую вот балду видите какой он грязненький и мы с вами его почистим для киен фильтров покупайте вот киен такой power cleaner что мы делаем и обрызгиваем хорошо фильтр с двух сторон и с этой стороны и с внутренней стороны даем этому фильтру постоять по 10 до 15 минут и потом мы идем промывать это в сточной воде не надо в кипятке или в тепленькой или в обычной холодной воде после промывки посмотрите на ваш фильтр как он выглядит может быть придется повторить заново то что я вот сейчас сделаю потому что не всегда он с первого раза промывается вот я рекомендую делать чтобы он не терял свой перформанс делать это раз в 20-30 тысяч все ребята обрызгали фильтр даем ему постоять 10-15 минут а потом промываем ребят возьмите фильтр вместо где вы можете его мыть около берет около 5-7 минут хорошо его промыть смотрите сколько грязи нужно тщательно хорошо промыть чтобы он нам отдавал сто процентов уже никогда не будет после того как он завода но хоть каких-то 95 мы с него еще выжим после чистки каждое ребрышко промываем никуда не спешим и потом не забываем еще с внутренней стороны тоже самое из-за этого это берет около минут пяти я сначала так general по-общему это все обмываю чтобы самую большую грязь снять а потом прохожу по ребрышкам 11 чтобы она хорошо промылась напоминаю ребята очень важно не использовать кипяток используйте обычную воду под крана можно тепленькую но не в таком случае кипяток не использовать он вам попортит материалы которые внутри находятся если вы промываете и вы видите что она не становится таким сереньким цветом как вот мышка серенький чистенький а таким еще с пятнами после промывки нужно будет сделать опять повторить процесс нанести на него этот клинер подождать 10 минут и опять промыть тогда вы будете знать что вы сделали свой максимум чтобы он отдавал полный performance вашей машины я когда поставил фильтр нулевого сопротивления на свой доджрам 5 и 7 литров он стал у меня меньше кушать бензина когда его забрал с магазина нового он у меня кушал около 16 половиной 17 примерно по городу больше так по городу по трассе он у меня кушал около 15 и 14 половиной а сейчас после фильтра я еще ему открыл маклер ему поменял он час у меня кушает по трассе около 12 половиной 13 а по городу он у меня кушает стабильно 15-15 с половиной, но не больше. И я езжу хорошо, я не как старая бабка, я иногда если надо могу поднажать, так что мне это помогло и сэкономило. Этот фильтр, я его заказал с завода, он мне стоил после всего шипенка около 400 долларов, но я считаю машина, когда на ней вот побегать пару хороших лет, она на бензине возвращается, еще и сэкономите на этом все. Ну и для мотора это хорошо. Ну, ребят, вы знаете, если вы дошли до таких фильтров и уже чистите, так что вы их купили, вы знаете, почему вы их купили. Ребят, поставьте фильтр на солнце и пусть высыхает сам. Не помогайте фенами и какими-то другими приспособлениями, чтобы быстрее его высушить. Поставьте ему, возьмет часик-два на солнце хорошо просохнуть, высохнуть. Ребят, наш фильтр высох. Теперь то, что нам нужно сделать, это нанести на него масло. Я использую обычное масло, которое я пользуюсь для мотоциклов. Лучше для вас покупать масло Киен, ну, чтобы было правильнее. Мне этого достаточно. Вот, теперь что я беру? Я взял так, чтобы мне было удобнее. Есть спрей, если вы можете покупать лучше спрей. Так будет намного быстрее. Просто, что я делаю? Я начинаю масло вот так вот понемножку наносить на каждое ребро. Вот так вот. Оно начнет впитывать. Вы видите, что оно все синенькое. Масло Киеновское, оно красное. Но, видите, у меня другое, оно синенькое. Так что у меня будет синий фильтр, а у вас, наверное, будет красненький. Вот. И все, прохожу один-один. Только с этой стороны, с внутренней стороны не нужно это делать. Ребят, когда вы наносите масло на фильтр, наносите его в горизонтальном положении, вот так как я. Потому что масло, когда оно стекает, оно уходит сразу же в ребро. Чтобы оно не стекало. Если вот так вот начинать, чтобы оно не стекало вниз просто так, а чтобы оно стекало в само ребро. И, конечно, как вы знаете, не заливать их, не нужно много. Вот такой вот слой сверху дали, оно потом всосало то, что нужно. Ребят, рекомендую покупать масло, которое уже в такой банке, чтобы можно было бы распрыскивать. Потому что вот так вот небольшой слой нанести на весь фильтр, это, конечно, геморрой. И больше уходит масло, это раз. И, во-вторых, это минут 15-20 вот это вот сидеть. И чтобы он весь был покрыт этим маслом, чтобы вот этого вот серого, то, что было до такой, не было видно, чтобы он получил цвет вот этого масла, которого вы купили. Его нужно пройтись и нанести. Это берет долго времени, надо терплячка. Так что, если у вас возможность есть, купите просто, который распыляет на фильтр. И за минутку вы закончите это все. Вот и все, ребятки. Вот так вот уже сижу, минут 15 наношу масло. Вот так, нелегкий труд, это дело. Потом, когда вы нанесли, дайте ему немножко масло осеться. Все, ребят, фильтр мы установили. Синий, красивый. Давайте теперь послушаем, как он дышит. Поехали. Все, ребята, мы закончили Давайте продолжать куролесить